Паша Иванов Паша Иванов Паша Иванов Пока еще не знает, знает больше зарубежных, но ничего. Отечественный футбол просто обязан себя подтянуть в уровне, чтобы Павел о нем заговорил. А самое главное Елена Александровна вручила будущему защитнику Отечества медаль в рамках федерального проекта «Страна героев», который она привезла в Ульяновск презентовать жителям региона. Мы находим и сохраняем истории героев. Для молодежи мы эти истории делаем иллюстрированными в виде комикса. И, соответственно, этот проект развивается по всей стране. Сейчас он начнется в пяти регионах. В следующем году добавится еще пять. И через пять лет он покроет всю страну. Мальчику медаль понравилась настолько, что он с ней ни на минуту не расставался. Крутил ее в руках, пытался повесить на пиджак и даже позировал, когда его фотографировали. Награды нашла своего героя, но Паша не планирует на этом останавливаться. Он рассказал нашей съемочной группе, что в будущем мечтать стать спасателем и помогать всем, кто будет в этом нуждаться. В социальном приюте мальчик недавно. За это время сотрудники и воспитанники успели его полюбить. Добрый и искренний, открытый Паша старается прилежно учиться и всегда идет на контакт со сверстниками. Однако стресс от пережитого по-прежнему испытывает. Нужно время и работа специалистов. В настоящий момент с ним психолог работает, проводит диагностику. То есть наблюдается тревожность, конечно, потому что испытали огромный стресс, соответственно. То есть это несчастье, оно действительно оказало воздействие на психику ребенка. В настоящий момент по снятию тревожности проводится занятие с ним. И он старается адаптироваться везде и привыкать к новым условиям. Паша все еще не может привыкнуть к своему новому статусу супергероя. Смущенно смотрит по сторонам, иногда теряется при разговоре. Но вот в чем уверен точно, так это в том, что очень скучает по своей семье. Сейчас они живут у родственников. Но Паша знает, что это временно и скоро, благодаря помощи небезразличных людей, они воссоединятся и будут жить вместе в новом отстроенном доме. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.